2014 год. Лагерь «Чайка». Первая смена под угрозой срыва. Областная прокуратура выявила ряд серьезных нарушений. Открыты колодец с коммуникациями, комары и холодные корпуса. Спустя три года директор учреждения показывает обновленный лагерь. Если сравнить с 10 годами назад, у нас было намного больше замечаний по пожарной безопасности. Все наши корпуса были деревянные, потому что это 60-х годов постройки все здания. Мы обшили их металлическим сайдингом, то есть сделали пожары безопасными. Каждое здание имеет пропитку деревянных конструкций. На территории две скважины. В каждом здании находится план эвакуации, огнетушитель. Пожарные проверяют не только их наличие, но и срок годности. Одно из самых важных требований – оснащение системой автоматической пожарной сигнализации. В случае возгорания на пульт МЧС поступит тревога. В самом лагере раздастся характерный сигнал. После осмотра лагеря сотрудники МЧС выдают предписание. Здесь все же зафиксировали нарушение пожарных норм. Опасно тем, что плотно прилегают деревья. Соответственно, должна быть полоса. Пашка сделана. Сухостой должен быть убран. В связи с тем, что скоро уже будут дети заезжать в лагеря и соответственно, должны подготовить эти лагеря. Первый заезд детей в этот лагере ожидается не раньше, чем через месяц. До этого времени в Чайке пообещали устранить практически все нарушения, которые выявили сотрудники МЧС. В частности, убрать сухие ветки и траву. Опашка территории – острая проблема для Чайки. Устранить это в лагере пытаются на протяжении нескольких лет. Разрешение на работу не дает Министерство лесного хозяйства. За неустранение предписания спасателей, директора каждый раз привлекают к административной ответственности. В этом году руководители лагеря подали соответствующую заявку. Ответ на нее пока не поступил. По словам спасателей, это единичный случай. В большинстве в детских учреждениях устраняют все нарушения сразу. Перед началом летнего сезона детские базы отдыха будут еще раз проверены. Спасатели отметили, за последние 10 лет в лагерях Оренбургского района не было ни одного пожара.